Всем привет! Слушайте, я сейчас сидела, готовилась, красилась, красилась я всё-таки пойду сейчас в поликлинику. Не знаю, правильно я делаю или нет. Может быть, нужно к 7 утра туда. Короче, я пойду так, как пойду. И, в общем-то, обнаружила у себя нового жильца. Нового жильца, который не платит квартал. Это непорядок. Открытие для меня очень страшное, если честно. Вы это видите? Ой, какая мерзость, боже. Боже, какая мерзость. Его нужно выселить срочно. Сейчас буду проводить операцию по выселению. Но это непорядок. Хоть бы деньги отправлял, что ли, на карту. То сидит там в уголочке, да? Что это? Мужик называется. Хотя, может, это не мужик. Блядь, пауков вообще терпеть не могу. Любых, маленьких, больших. Вообще мерзость невероятная для меня. Ладно, сейчас страстанем, а потом вкусненько поедим. Фух. Ну что, ребятки, пожелайте мне удачи. Чтобы он на меня только не упал. А то у меня инфаркт Микарда случится. Так, ну что, операция прошла хорошо. Он, конечно, своей паутинке решил такой спуститься. Ну я его туалетной бумажечкой раз и в окно. Ой, мамочки, мамочки. Слушайте, у нас вчера было такое свето-представление. Боже! Так сверкало, так гремело. Такой был ураган, дождь. Ну как бы сегодня вообще без последствий. Как будто бы ничего и не было. Ну блин, так страшно было. Так освещало, так громыхало. Ужас. И я, короче, вчера, ну естественно, сразу все окна-то закрыла. И сейчас я обнаружила первую жертву. Первую жертву. Вот она, первая жертва. Видимо, муха решила спастись бегством, но в этот момент я стала закрывать окно. Вот так вот выглядят неудачники по жизни, ребятки. Блин, жесть, конечно. А Марфуни на своем месте, она ждет. Да, Марфуничка? Ты что, у меня сегодня неразговорчивая, да? Ну? Че молчим-то? Ну и ладно. Все, наверное, да? Ой, ты мой сладкий пирожок. Вот он, вот он мой сладкий пирожочек. Давай. Нет, да? Ну все. Все тогда. В общем, чудесная погода. В небе летит самолетик. Вообще, как будто ничего и не было. Только лужи на крыше говорят о том, что вчера был ураган. Ливень. И хер знает чего. Ну? С утра уже все отлично. Хотя вот там от облака. Может быть, что-то будет снова. Так, ну что, какие у нас план? Значит, от всех недоброжелателей и зайцев в моей квартире я избавилась. Отличное, по-моему, начало денечка, да? Отличное начало денечка. Так, выпьем. У меня вода закончилась. Надо заводуться. Ой. За водой надо идти. Наверное, из поликлиники вернусь. Да, да. Из хоро. Крутит головой, залитает. Стоп. Так, что? На завтрак. Завтрак и по делам, да? Так, надо сразу сейчас. Сразу бутыль поставила к двери, чтобы это держать в голове. Так. Ай, блин, а я кофе. Кофе буду я пить или все-таки нет? Хочу я кофе? Давай слабенький. Слабенький сделаем кофеечек, да? Сразу так резко от кофеины, ребята, кажется, у меня почему-то голова болит. Когда я попью, голова начинает болеть. То есть с утра посыпать, не знаю. Может быть, это, конечно, погода. Ой, я их накрашена. Может, это, конечно, погода, а я грешу на кофе. Вы что, я просыпаюсь? Вроде бы нормально себя чувствую. Попью кофе и постепенно начинает голова болеть. А кофе хочется? Ну, я сейчас чуть-чуть. Чуть-чуть. Вот, по ложечке. Два сахара. Так, будет у нас на кокосовом молоке. Что еще? Что еще? Крекер возьмем, сырочек возьмем. Да. Что еще возьмем? Так, а что мы здесь? Запеканку надо дать. Такой маленький сосочек здесь остался. Так, ну, и что бы еще там здесь есть? Ну, 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 ну. Так, ну, 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 ну у нас разогрелось попробовал я этих лиц и выслушайте прикольные но они знаете на что похожи вкусные палочки только не сладкие но они как бы есть кукурузной до ингредиенты не содержит глютен прекрасно а вот похоже на кукурузные палочки прямые ну как бы не сладкие вот эти вот конечно четче эти почетче конечно что здесь составит они рисовые наверное а здесь тоже кукурузная а еще и рисовая отруби кукурузная лук сушеный соль морская пищевая здесь конечно поинтереснее по вкусу они них текстура видите она такая плотная эти такие рыхлые рыхлые прямо как кукурузной палочки такие плотные но при этом они когда попадают в рот они как-то так раз тает тает их такую интересную субстанцию особенно со сливочным сырочку превращаются очень вкусненько еще этот аромат лука потрясающе потрясающе ну блин они за раз дорогие за 6 штук платить всего лишь всего лишь да как бы вообще это крабеж ну ладно ну ладно сделаем бутерблядики бутерблядики сделаем с кофеечком попью очень вкусно с кофе это заходит ребятки очень вкусно так 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 разошлась так это жирненько как сейчас не будет вкусно ребятки а как сейчас не будет вкусно дорогая надоело готовить если честно когда уже настанут времена я буду заказывать все все на доставке так хочется чтобы эти времена настали надоело готовить если честно естественно без моего участия они не настал так хотелось бы чтобы раз у тебя есть возможность покупать все что ты хочешь заказывать все что ты хочешь не так не бывает так ладно пошла я есть а потом пойдем в поликлинику какая у нас тут клумба красивая чуть раньше я не замечала вообще что я собралась я вышла надеюсь на успех сначала пошла не в ту поликлинику у нас тут в двух поликлиниках принимают сначала пошла на есенина мне нужно на это который на портовом переулке в портовом переулке а у нас тут какие-то шатры смотрите раскинулись православная ярмарка ничего себе но стадиона дача вам показать смотрите красота какая про такие интересные ну чему-то цирк напоминает так ладно что тут у нас пойдем машину вроде бы особо нет все там что-то еще ничего не открыто пусто пустота надо будет сходить посмотреть что здесь будет кстати слушайте мне надо мультипас посмотреть нужен он мне или нет вообще хорошо что я здесь прошла первый раз вижу макдональдс где нет очереди это не очень рыбное место видимо слушайте духота вообще все таки с этой футболкой мне надо наверное оставить ее до более прохладных времен потому что я вот чувствую там где футболка я как будто бы в шубе ужас такая она видимо плотная в такую жару нельзя такой плотный хлопок одевать вот хотя вроде бы обычная хэбэшка ну ладно кстати надо про мультипас действительно посмотреть может он мне тоже нужен если он у меня здесь под боком получить а чё нет для чего он вообще нужен я что-то даже не в курсе так ну ладно идем дальше какой необычный домик прикольный да вот особенно на верхних этажах вот это мансарда элоджиа прикольно наверное необычно необычный домик и в 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 haga в да в и все в идем искать опа хорошо отдыхаем с утра выпил весь день свободен как говорится так мы все поликлинику я нашла пожелайте мне удачки мне кажется ну ладно все будет так как я хочу на вот она как раз этим домом красиво это пипец я пришла в регистратуру знаете что мне сказали что это этот терапевт который мне нужен она принимает на есенина а здесь она будет с 9 числа твою ж дивизия вот все через жопу юшкин кот красиво смотрите какой вход красивый отель и титул прям прикольно так ну что квест запишись к терапевту продолжается да я спустила сейчас к мещерскому озеру пойду значит в другую поликлинику надеюсь там не повезет слушайте сейчас меня так женщина на дороге напугал мне чуть инфаркт микарда не случился я короче стою на светофоре с моей стороны кнопка вот которая нажимается до чтобы этот зеленый свет для пешеходов загорел она раскурочена прям вот раскурочена провода торчат перерезанные а на той стороне стоит женщина тоже ждет у нее ну как бы я ей сигнализирую типа нажмите на кнопку она взяла и пошла а там такой опасный участок дороги там прямо с кольца машина выезжает на всей скорости вот на эту дорогу и у меня знаете у меня бурная фантазия сейчас машина прям ее мясо она подумала она просто сегодня с утра также перебежками переходила дорогу и она подумала что я и говорю идите я вообще я в ахере просто я просто в ахере за тебя аж прямо волос на голове зашевелились я главный день ну я ей не показывал вот так вот идите да я ей но на кнопку типа нажмите и она и побежал ой кино и немцы блин жесть ну он все обошлось нормально но она мне конечно напугала все ладно квест продолжается идем дальше стал тут денечек течки поют деревья красота я думаю около мещерского озера посвежее будет около воды о какой красивый кадр а фига вы смелые я вот прям около них стою вы чё там в озере храброй воды напилить что ли смотрите и вот я эти товарищи вообще не боятся я же даже остановилась когда смотрите хоть молодцы какие у меня развеселил не любит он погоду после дождя жарко обед без дождя два месяца вообще ни хера не жарко было я не могу вообще не жарко было мне ни разу а дождь прошел жарко стал ну да так ну что я на месте попытка номер два смотрим что здесь меня ждет так ну что первая часть квеста под названием 51 поликлиника пройдена впереди все самое интересное нужно сдать анализы что какую-то херню не выписали совершенно не этого ожидала ладно надо будет еще к терапевту записаться может быть она что-то там получше мне выпишет это прям какая-то херобура просто кровь и чё а мне надо там ферритин и жепетин и гемоглобин и ну как бы как бы по максимуму ну ладно посмотрим время двенадцать то есть пошла я в поликлинику полдевятого в девять десять я была даже может быть раньше потому что пока я тут снимала пока то все в 9 10 я была на портовом переулке и вот в 12 я вышла из этой поликлиники жесть конечно это надо стальные нервы иметь чтобы поликлиникам ходить в общем всем отличного денечка всех а люблю целую пух у нас кажется собирается дождь дождь будем ждать с нетерпением